Человеку свойственно стремление к прекрасному, поэтому сложно представить мир без искусства. Живопись, музыка, скульптура и театр – все это было когда-то придумано людьми. Но с чего же началось искусство? С самых первых дней существования на Земле люди выживали, спасались от стихий, животных и соплеменников. Они научились создавать орудия, которые помогали в охоте и быту. Но появление искусства напрямую связано с высоким уровнем сознания. Поэтому прикладных навыков самых древних людей было недостаточно. Ранние хомо не создавали скульптуры или рисунков, но замечали необычные и при этом ненужные в быту вещи. Почему и зачем они это делали, мы не знаем. Но это стремление к красоте говорит о появлении зачатков сознания. Иногда древние люди пытались придать индивидуальность своим орудиям. Было найдено рубило, в котором явно и намеренно отпечатана ракушка. И хотя искусства еще не было, уже зародилась эстетика. Полноценное искусство появилось спустя долгое время. И только у сапиенсов. Все началось с украшений. Чаще всего их делали из раковин, доступного материала. С помощью украшений и орнаментов, которые появились чуть позже, наши предки опознавали и отличали друг друга. Долгие годы искусство сапиенсов не развивалось. Но около 70 тысяч лет назад все изменилось. Возможно, на людей повлияло извержение гигантского вулкана Тоба, которое произошло примерно в это же время. После извержения на Земле резко изменился климат. Вымерли многие виды животных, а из людей в живых осталось лишь около 10 тысяч человек. Из-за новых климатических условий людям пришлось заново учиться выживать. Они быстро развивались интеллектуально и обучались новому. Именно в этот период наши предки приобрели новое важное умение – осуществлять творческие замыслы. Появилась наскальная живопись. Некоторые племена изображали животных, на которых охотились. В других племенах традиция была прямо противоположной. А иногда на стенах пещер рисовали загадочных существ – людей с головами животных. Считается, что это образы шаманов-колдунов или духов. Один из главных памятников первобытного искусства – это пещера Альтамира в Испании. В конце 19 века археолог-любитель и его дочка осматривали пещеру и обнаружили огромные фрагменты наскальной живописи. Рисунки были нанесены разными племенами. В самом древнем из них более 30 тысяч лет. Помимо живописи была широко распространена скульптура. Фигуры обнаженных женщин, вырезанные из камня или костей, принято называть палеолитическими венерами. Археологи до сих пор находят доисторических венер по всему миру. Скульптуры выполнены в разных стилях, но в целом очень похожи, несмотря на то, что их авторов могли разделять тысячи километров. Мы не знаем точно, какой смысл древние люди вкладывали в свои произведения искусства. Но они, как и мы, ценили красоту и прекрасное.